Доброе утро! Всех приветствую! Спасибо большое, что пришли на эту сессию по фрагментации интернета. Мы сейчас закончим организацию. А нет, начинаем непосредственно сейчас. Хорошо. Приветствую всех. Я думаю, что я тоже сяду. Меня зовут Ютил Каморг. Я глава направления по глобальному взаимодействию в Global Partners Digital. Здесь со мной еще эксперты, которые сами представятся. Также мы все сейчас выведем и в сеть. А также расскажем о том, как мы будем работать. Те, кто в сети, пожалуйста, делитесь своими соображениями в чате. Бруно, слово вам. Меня зовут Бруно Сервис. Я также нахожусь в составе многосторонней консультативной группы. Я тогда расскажу об организации сегодняшней встречи. У нас есть повестка. Сначала мы сделаем некоторое вступительное слово относительно, собственно, так называемой ПНИФ-платформе по выработке политики в вопросах фрагментации интернета. Расскажем об понятии, перейдем, собственно, к обсуждению этого понятия. Так что это будет полезная сессия сегодня. Не знаю, откуда идет этот звук, но откуда-то он идет. Вы нас слышите? Мешает этот шум? Хорошо. Мы тогда представим платформу ПНИФ. Также платформа занимается этой работой и между встречами IGF. Об этом попросило сообщество. Сообщество попросило обсудить фрагментацию интернета. Все это сделано на основании заинтересованных сторон, инициативы заинтересованных сторон. Обсуждения и дискуссии ведут. И также здесь есть попытки определить понятия фрагментации интернета и стратегии. Стратегии по попыткам предотвратить фрагментацию интернета. Звук ушел. Перевод невозможен. Звук ушел. Перевод невозможен. Перевод невозможен. Спасибо. Надеюсь, что этот звук, который всем мешает, уйдет, ушел. Хорошо, значит, я постараюсь повторить то, что уже сказала. Значит, это мультистейкхолдерное занятие. Мы стараемся определить стратегии того, как от этого уйти. Это общий подход. Значит, также у нас есть мультистейкхолдерная группа, которая помогала нам координировать эту работу. Именно на нее мы и полагаемся в течение года. Эта платформа провела несколько вебинаров, обсуждала вопрос с сообществом для того, чтобы определить рамки. Значит, я, наверное, сейчас передам слово следующему эксперту. Да, спасибо, Бруно. Значит, мы хотели сделать некоторое, вступить на слово о рамках. Значит, этот рамочный документ разрабатывается в рамках дискуссии, которые мы проводим в рамках вебинаров. Провели мы также опрос в сети. И все это стоит на некоторых ключевых вопросах, которые связаны с тем, что значит фрагментация интернета, как она проявляется. Мы воспользовались некоторыми примерами того, что люди называют фрагментацией интернета. Были вопросы такого рода, как что такое интернет-фрагментация, это отключение интернета, это локализация или что это. И вот мы постарались понять, какие есть общие темы в дискуссиях, потому что пониманий и толкований этого понятия очень много. Мы знаем, что эта дискуссия ведется уже давно, уже некоторые успели опубликовать исследовательские отчеты, но в последние месяцы дискуссии усилились. И, конечно, это одна из тем глобального цифрового договора, который здесь обсуждается на IGF. И мы постараемся здесь отразить разные мнения, которые выражались на других сессиях по фрагментации интернета. Надеемся, что и вы тоже будете участвовать и поделитесь своими соображениями. Так что я хотела обсудить, объяснить, что такое эти рамки, это дамочный документ. Значит, мы обсуждали этот вопрос, вопрос того, что значит фрагментация интернета. И обозначилось два направления, две темы, о которых люди говорили. Это фрагментация пользовательского опыта. И вот здесь пример, например, того, как возникают подрывы или приостановка потоков данных. Другие примеры. Это выработка законодательных актов, которые предотвращают поток данных, трансграничный поток данных. И другие приводились примеры. Это фрагментация технического слоя. То есть основополагающие протоколы остаются на месте, но опыт в интернете, как в пространстве свободного потока информации, что этого не происходит. Так вот, те, которые испытывают это, для них нет общего интернета. И, значит, эти меры, они проявляются через политики, через действия как государственных, так и коммерческих акторов. Все это меняет пользовательский опыт в интернете. Также мы обсуждали и другие типы фрагментации, которые обычно встречаются. И часто они являются следующими. Например, предложение создания альтернативного ДНС или корневых серверов альтернативных. Это не часто происходит, но бывает. И другие примеры. Это, скажем, перенаправление, блокировка. То есть некоторые меры по цифровой суверенитету, о чем мы говорили вчера, и они влияют на совместимость и отражаются на работе интернета. Так что думаю, что здесь есть некоторые направления, которые и эти разные аспекты фрагментации, у них есть общие элементы, то есть предотвращение свободного потока информации. То есть получается, что пользователь не имеет права решать, какой информацией в сети у него есть доступ. Также есть вопрос контроля над информацией. И еще есть вопрос управления интернетом, который является одной из предполагающих наших тем. То есть это означает, что необходимо делать так, чтобы платформы, в которых обсуждается, запреждать эти вопросы, чтобы они это делали некоторым координированным образом, а меры по предотвращению этой координации, они также мешают. Так что нужно понимать, что общее управление интернетом, что оно также касается и вопроса фрагментации интернета. Так что на этой неделе еще была встреча в нулевой день, в понедельник по фрагментации интернета. Многие из вас участвовали в ней, и мы хотим обсудить в рамочном документе. Он уже размещен на сайте ПНИФ, платформы по выработке политики в области фрагментации интернета. Так вот, здесь речь идет о том, что и какие меры считаются фрагментацией интернета. Например, это продолжительность сбоев в свободном потоке информации, количество людей, которые страдают от этого. Также речь идет и об опыте и проявлении фрагментации интернета, то есть на техническом уровне и на уровне пользовательского опыта. И здесь может быть некоторый спектр, который можно будет обозначить вместе, и после чего можно будет сказать, что вот это пример фрагментации интернета. Все это возможно абстрактно, но что мы хотим сказать? Что мы пытаемся выработать кое-что, что поможет стать основанием для дальнейших дискуссий, которые позволят обсудить все эти элементы более подробно, а затем, чтобы выработать общее понимание не только проблемы, но и некоторых решений, выработать решения. Именно это мы хотим обсудить сегодня с вами в этих стенах. Насколько полезен этот документ, как его можно использовать, обсудим различные его элементы в подробностях. И еще мы хотели узнать, что вы считаете, что мы можем сделать для того, чтобы расширить круг людей, с которыми мы это обсуждаем, и кого еще можно привлечь. Ну что ж, перейдем уже к дискуссии в формате Таунхол. Так что передаю слово тебе, Бруно. Значит, еще хотела подчеркнуть, что ПНИФ, она открыта, так что если кто-то хочет присоединиться к этим дискуссиям, пожалуйста, присоединяйтесь. Есть специальный сайт. Это нам поможет в работе и улучшить, поможет наша дискуссия. Сегодня мы соберем ваши отзывы. Есть у нас бразильский коллега, который будет участвовать. Это замглавы министра иностранных дел Бразилии. Вопрос к вам. Считаете ли вы этот концептуальный, рамочный документ полезным? Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение и за возможность делать вклад в такую важную дискуссию, когда я обдумывал, полезен ли этот документ. Очевидный ответ, конечно, да. Потому что он нам предоставляет возможность запустить эту дискуссию, обменяться мнениями и обсудить какие-то наши субъективные, может, мнения. И в частности, наверное, здесь речь идет и о пользовательском опыте. Мне кажется, что это очень важный элемент роли интернета. В разрезе гражданских свобод и прав человека это очень важно также. С точки зрения прав человека здесь подразумеваются социоэкономические и культурные права человека. И все это ведь взаимосвязано. И без этого жить невозможно. Это особенно важно в разговоре и в обсуждении роли интернета как общественного ресурса, который необходим для общественных интересов. мы видим на основании большого количества дискуссий высокого уровня, что в международном сообществе есть потребность к решению этих глобальных проблем и что есть необходимость в помощи разрешения проблем и климатических изменений, в частности, и некоторых общих проблем. Дальше. О каких пользователях мы говорим? О пользователях в Кремниевой долине или пользователи такие как больницы или школы. Дальше есть понятие данных. Фрагментация данных. Это тоже очень важно. И, возможно, надо еще помнить о том, что есть необходимость в использовании подхода, ориентированного на человека. Очень важно еще и помнить об эмпатии, о солидарности. И вот это один из аспектов ориентированности на пользовательский опыт. Еще надо помнить, что у разных есть разные роли. И надо помнить, я в индивидуальном пользовательском опыте, но нам еще нужно обеспечивать и продвигать общие ценности. Благодарю вас, господин Хулио. Я также приглашаю подключившись к нам удаленно. Если вы хотите добавить по данному вопросу, пожалуйста, может быть, даже аудитория подключится. Может быть, проголосуем, может быть, вы руки поднимете. Интересная ли вот эта концепция, вот первоначальный документ? То есть ПНИФ – это мероприятие, которое рассчитано на два года. И мы сейчас в течение первого года находимся. Может быть, мы как-то обсудим какой-то интересный подход к этому вопросу. Давайте посмотрим на второй или на третий слайд. Так, наверное, будет проще для присутствующих в зале. Может быть, Мазуба или Олаф хотели бы высказаться по вопросу платформы по выработке политики, по вопросам фрагментации интернета. И так, наверное, будет проще присутствующим в зале. Можем мы присоединиться? Да, пожалуйста. Конечно, нам не удастся обсудить все, но вопросы прозвучали весьма интересные. На мой взгляд, вот с точки зрения пользователя, это очень важный вопрос. Конечно, пользователи бывают разные. И важно понять различные категории этих пользователей и какие трудности существуют, с которыми они могут столкнуться. То есть, безусловно, это очень интересная беседа. Я считаю, что сегодня у нас получится весьма плодотворный разговор. Сейчас мы попросим вывести второй слайд на экран. Я обращаюсь к техническому персоналу, присутствующему в зале. А пока мы ждем слайдов, я хотел бы представить вам Омана, господина Омара. Он является исследователем по вопросам ЭКТ в Африке. И второй вопрос. То есть, мы говорим о двух аспектах фрагментации. С одной стороны, это пользовательский опыт. С другой стороны, техническая фрагментация. Мы об этом много говорили, но мы хотели, конечно, вывести это обсуждение на площадку форума по управлению интернетом и услышать от вас, какие есть примеры, которые можно считать фрагментацией в различных областях. Омар, снова приглашаю вас. Как я сказала, это ученый, который работает по вопросам ЭКТ в Африке. И надеюсь, что вы нас слышите. И будьте добры, выскажитесь, пожалуйста, по пользовательскому опыту. Здравствуйте. Спасибо за возможность присоединиться к этому обсуждению. Существует ряд примеров фрагментации интернета с точки зрения пользовательского опыта. Из моего опыта в Судане речь идет об отключении интернета, о цензуре, о блокировании веб-сайтов, определенных веб-страниц. То есть вот отключение интернета, политическое контролирование интернета. также это используется как инструмент нецелевой в угнетении. Речь идет о запрещении определенных страниц, определенных сайтов, блокировки VPN. Еще один метод, который используется, это подавление свободы прессы, свободы выражений. Вот были такие примеры в Индии, в Пакистане, отключение интернета с целью введения цензуры. В Судане безусловно такое происходило. То есть использование правящим режимом, режим авторитарного правления, вот подобных методов. То есть отключение интернета, в частности, вот во время протестов 2018 года в Судане, когда были политические волнения, происходило отключение интернета. то есть практически по всей стране был отключен интернет, практически все население было затронуто. 66 дней самое длинное отключение происходило в Судане, и также с 21 декабря 2018 года по 26 февраля 2019 года интернет отключен отключен полностью. Потом опять же 36 дней еще следующий период отключения уже в июне, то есть с 3 июня по 9 июля 2019 года, также в 21 году снова на 24 дня был полностью отключен интернет, то есть это довольно-таки продолжительные периоды времени, в течение которого люди не имеют возможности выйти в интернет, и, конечно, это влияет на очень многих, люди не могут работать, не могут учиться удаленно, не могут сдавать экзамены удаленно, также отключение интернета происходило во время государственных экзаменов в школах, во время сдачи единого государственного экзамена, и, конечно, отключение интернета и соцсетей в Судане, мы занимаем совершенно непочетное второе место по количеству отключений среди всех африканских стран, и, безусловно, пользовательский опыт в вопросах фрагментации интернета весьма печален в этой связи, он влияет, это затрагивает, скорее, огромное количество пользователей, и, то есть, нам необходимо защищать право всех пользователей выходить в открытый интернет. Благодарю вас, большое спасибо за эту информацию, за то, что вы поделились всеми этими подробностями и объяснили, то, каким образом эти отключения могут происходить. Вот еще один аспект пользовательского опыта в рамках этой модели, вот сейчас мы обсуждали, может быть, еще есть какие-то другие, я сейчас хотел попередать слово Олафу Колкману из Общества Интернета, и мы хотели бы обсудить техническую сторону, может быть, вы поделитесь с нами информацией о том, что это значит лично для вас, и какие уже обсуждения в этом ключе проходили. Олаф, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Интернет прекрасен тем, что мы можем все встречаться вместе, и это, конечно, замечательно. нам необходимо подходить к документу, который был нам представлен, там есть ряд пунктов, которые касаются различных типов фрагментации, и в частности фрагментации на техническом уровне. мы свозь следующую призму рассматриваем этот аспект. То есть с точки зрения инфраструктуры и в доктрине указано, что нет универсального определения публичного ядра интернета, и вопрос касается киберстабильности, которая обсуждалась в ООН. Термин был принят комиссией по стабильности киберпространства, это полезный термин, и таким образом в целом используются различные термины, то есть присвоение номеров и имен, ДНС, маршрутизация и инфраструктура кодирования различные различные ведомства, которые проверяют сертификаты, то есть если у нас не будет общих протоколов, например, работы с шифрованием данных, то тогда интернет просто не будет работать. И безусловно вопрос не только упирается в инфраструктуру, хотя безусловно инфраструктура и важна для технического развития, и вот пример, если сегодня мы выходим в можно выбрать ID для того, чтобы зайти на разные сайты, вы можете заходить через Google, через Facebook, через ряд других уже логинов, то есть вот эта технология, которая называется OLA, уже стала некой инфраструктурой для других уровней. И соответственно, где граница между скажем, вот инфраструктурой, которая выражается в проводах, в какой-то технической аппаратуре и инфраструктуры, которая уже не имеет, скажем так, материального выражения. И еще один пример хотел бы привести. И там в отчете написано, это речь о маршертизации интернет-трафика крупными частными компаниями. И это также имеет отношение к фрагментации. то есть это фактически может привести к фрагментации в долгосрочной перспективе. То есть вот это происходит через инвестиции частного характера, когда Google сам строит центры обработки данных и не использует какой-то публичный интернет. То есть большой объем инфраструктуры переходит в частный уровень, на частный уровень и получается, что люди привыкают к этой инфраструктуре и крупнейшие провайдеры облачных технологий, например, это частные. И если речь идет о снижении стабильности, это в итоге может привести к фрагментации. И вот еще, наверное, некий такой теоретический пример. который можно привести. Фрагментация может выражаться по-разному. Здесь, наверное, надо воспользоваться собственным воображением и придумать примеры этой фрагментации. Также в документе указаны вопросы управления интернета и координирования этой деятельности инфраструктуры интернета управляет большое количество организаций. Понятно, что интернет децентрализован, структура присвоения имен децентрализована, есть корневой сервер. DNS, он, конечно, управляется центрально, но вообще в идее опирается на иерархию независимых организаций, которые управляют своим пространством. то есть если говорить об ICANN, то ICANN является независимой организацией и вот этот тип архитектуры, который лежит в самой сути, то есть который является ядром этого, это фактически мультистейкхолдерный подход управления этим уровнем и очень важно, что там на этом уровне фрагментации интернета не происходит. Это очень важно о том, что очень важно, что адреса распределяются однородно и любая фрагментация системы присвоения адресов может привести к появлению конфликтной информации и получится, что целостность реестра будет нарушена и это может привести к катастрофическим последствиям. То есть вот это наверное фрагментация управления на уровне управления интернетом, которое может привести к серьезным проблемам. Еще один наверное теоретический пример приведу, речь идет о фрагментации технического уровня и мы столкнемся с этими примерами. Я думаю, что речь идет о самой вот этой платформе, о самих рамках, о которых мы говорим. считал, я надеюсь, что я объяснил. Благодарю вас, Олаф. это действительно очень полезная информация, которая помогает нам понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим фрагментация. Вы говорили о важности защиты инфраструктуры интернета и где мы фактически можем видеть определенные подходы, связанные либо с коммерческой деятельностью или с любой другой деятельностью, которые могут привести к фрагментации интернета с точки зрения инвестиций в инфраструктуру транзита трафика данных. Вы также говорили о необходимости поддержания структуры управления мультистейкодерной модели, которая обеспечивает открытый соименно совместимый интернет и необходимо работать по данному направлению, чтобы избежать возможных угроз. Пожалуйста, я предлагаю другим высказаться, реагируйте, добавляйте, что бы вы хотели сказать по этому вопросу и по этим трем основным элементам. давайте посмотрим, кто-то в зуме или в чате. Поднимайте, пожалуйста, руки и мы предоставим вам слово. Большое спасибо. Прежде чем мы перейдем к вопросам, давайте выведем рамки, ту схему, о которой мы говорили на экране. Прежде чем мы приступим собственно к дискуссии, нам бы хотелось получить обратную связь именно по этой схеме, как ее можно использовать в работе. Думаю, важно было бы отметить, что изначально эта схема создавалась определенными целями, и я думаю, что это важно учитывать в ходе наших дискуссий и отразить в их итогах. Давайте не слишком подробно обсуждать, что такое собственно фрагментация, скорее постараться выработать какое-то общее определение, потому что иначе мы просто не успеем обсудить все. Наша задача организовать нашу дискуссию вокруг этой схемы, чтобы лучше понимать, что мы можем сделать, какие есть направления работы, когда мы говорим о фрагментации, как с ней бороться. То есть с одной стороны, мы уже сказали, что есть разные проявления фрагментации, например, со стороны пользователей и с технической стороны архитектуры интернета. С другой стороны, мы говорим также о фрагментации собственно управления интернетом. Вот у нас три основных направления. они и нашли свое отражение в схеме. Но задача наша не заключается в том, чтобы определять фрагментацию и подробно ее описывать. Наша задача скорее обсудить конкретные решения и какие-то шаги или меры, которые могут предотвращать фрагментацию. Итак, у нас был первый вопрос. Может быть, еще что-то нужно добавить? Что-то не было охвачено в этой схеме. И с вашей точки зрения может быть определение фрагментации недостаточно всеобъемлющее. С учетом опять же схемы, которая сейчас находится на экране. И второй момент или вторая часть нашей встречи будет посвящена вопросу вопросу того, какие дальнейшие шаги для дискуссии по этим трем направлениям мы видим и какие возможны варианты решения. Хочу просто структурировать нашу беседу. Большое спасибо. Спасибо за то, что задали вектор нашей последующей дискуссии. Ну, а сейчас, если кто-то хочет поделиться своими соображениями, пожалуйста, поднимайте руки. Давайте три вопроса заслушаем, потом дадим слово экспертам. Итак, у нас сейчас на экране есть общая схема фрагментации. Мы видим, что есть может быть фрагментация пользовательского опыта, есть техническая фрагментация. Но дело в том, что техническая фрагментация всегда будет приводить к фрагментации для пользователя. И в долгосрочной перспективе многие виды фрагментации приводят к серьезным последствиям и ухудшению ситуации для всех. Другие формы фрагментации могут возникать из-за коммерческой деятельности. Это тоже нужно учитывать. Нам нужно четко понимать, что техническая фрагментация находится на более низком уровне. И при этом естественно ее последствия могут быть гораздо более серьезными для всех. Поэтому мне кажется эту схему вообще можно было бы рассматривать немножко перевернув ее в виде пирамиды, потому что есть виды фрагментации, которые приводят к более серьезным последствиям и более долгосрочным последствиям. Большое спасибо. Есть ли еще какие-то соображения по данному аспекту? Прошу вас. Вам слово. Не забудьте, пожалуйста, представиться. Добрый день. Меня зовут Шатан. Я представляю Международный Центр Права. Мы сейчас обсуждаем вот эту схему. Я уже давно участвовала в разных семинарах и встречах, которые были посвящены вопросу фрагментации. И есть разные точки зрения. есть политические взгляды относительно того, что такое фрагментация, какие у нее есть аспекты, какие из них наиболее важны и заслуживают особого внимания. Но мне кажется, это довольно сложный подход, потому что становится сложно сориентироваться в дискуссии. Она становится слишком всеобъемлющей, может быть, иногда слишком общей. Мне кажется, что подход на основе схемы как раз может помочь нам структурировать нашу работу. Теперь по поводу вопроса. Может быть, есть какие-то критерии, которые применяются к фрагментации ее последствиям. Далее, что касается прав человека. Может быть, с этой точки зрения можно рассматривать можно рассматривать то, насколько серьезные последствия могут возникать из-за тех или иных видов фрагментации. Именно в разрезе прав человека. вопрос. за вопрос. Мы на него обязательно ответим. А сейчас третье выступление из зала. Затем передадим слово экспертам. Большое спасибо. я из Эфиопии и занимаюсь интернетом в нашем регионе. Да, действительно, фрагментация это очень важный вопрос и важно обсуждать политику и стратегии различные в этой области. Однако, с чем мы сталкиваемся, когда пытаемся принимать какие-то меры? с тем, что ресурсов нам просто не хватает. Ресурсов слишком мало. Очень часто люди говорят о том, что интернет они не используют достаточно активно. Ну, а если они не собираются использовать интернет, то зачем нам их и подключать? Ведь на это пойдут ресурсы, которых и так не хватает. Спасибо. Да, действительно, очень важный вопрос по поводу нехватки ресурсов вы подняли. мы обязательно на него ответим. Важно распределять имеющиеся ресурсы. Итак, давайте мы сейчас ответим на прозвучавшие комментарии вопросы, обращаясь к нашим экспертам. И если кто-то хочет ответить на конкретный вопрос, у нас было первое замечание по поводу того, техническая фрагментация может приводить к более серьезным последствиям для пользовательского опыта, к пользовательской фрагментации, но пользовательская фрагментация не обязательно приводит к каким-то техническим проблемам. Может быть, кто-то хочет отреагировать на это первое замечание, и у меня будет ответ по поводу одного из вопросов, который прозвучал касательно прав человека. предлагаю вам ответить сейчас на первый комментарий, уважаемые эксперты. Большое спасибо. Очень интересная дискуссия, интересная тема. И именно в этом, мне кажется, заключается ценность этой схемы. Она позволяет нам направить дискуссию в продуктивное русло. Да, с одной стороны, все виды фрагментации тесно взаимосвязаны. Мы уже об этом говорили. С другой стороны, очень часто такой коллективный подход постепенно сменяется индивидуальным подходом, в том числе и в контексте интернета. Это один из аспектов, который мы также должны учитывать, которые мы попытались отразить в рамочной схеме. Но есть и другие аспекты. Первое, это заниматься нужно не только координацией. Нужно сотрудничать. У нас есть рамки для сотрудничества. Сотрудничество нужно постоянно развивать и наращивать. Каждая заинтересованная сторона, каждый стейкхолдер вносит свой вклад в руководство управления лидерства, если хотите, в области интернета. И поэтому сотрудничество играет важнейшую роль. Когда мы говорим об управлении интернета, действительно, тема очень актуальна. технический аспект. Это тоже очень важно. Это основа всего, если хотите. Без технической составляющей мы не сможем реализовать в полной мере потенциал интернета и не сможем справиться с ключевыми вызовами, которые стоят перед нами сегодня. Например, такие, как изменение климата. Далее, инфраструктура интернета. Опять же говоря, о технических аспектах. Есть очень серьезные риски, в частности правовые, связанные именно с инфраструктурой. У нас есть ICAN, которая позволяет нам наладить сотрудничество в области интернета, в том числе, но находится эта корпорация в Калифорнии. Поэтому может сложиться ситуация правового перекоса, когда именно калифорнийское право будет применяться для того, чтобы регулировать интернет по всему миру. Это будет сказываться на качестве интернета и приводить к его фрагментации. ICAN уже обращали наше внимание на то, что важно обеспечить подотчетность работы с учетом правовых рамок. Вот основные замечания, которые я хотела озвучить на этом этапе нашей дискуссии. Переход от индивидуальной коллективной схемы работы, важность сотрудничества между всеми стейк-колорами с интересованными сторонами и правовые риски. Три основных замечания. большие спасибо. Это еще очень важные аспекты, которые вы поднимаете в нашей дискуссии. Спасибо вам за это. Кратенько отвечу на вопрос по критериям и у нас будет еще два вопроса. Итак, какие критерии могут применяться? Мы уже говорили об этом ранее. Было бы неплохо иметь четкие критерии, к сожалению, пока их нет. Что мы называем фрагментацией в каждой из областей? Как можно понять, что в каком-то случае происходит фрагментация? Сложилась какая-то практика, которая к ней приводит? например, отключается интернет на час, можно ли говорить, что это фрагментация или еще нет? Или может быть есть какие-то другие параметры, например, продолжительность или еще какие-то цифры, какая-то статистика? Может быть, коллеги смогут дополнить? Далее, технический уровень. Тоже могут быть какие-то критерии. Таким образом, было бы неплохо иметь критерии для того, чтобы определять, происходит фрагментация или нет, и какие действия или события могут рассматриваться как приводящие к фрагментации. Это даже скорее не ответ, а вопрос. Действительно, было бы неплохо над этим поработать, над этими критериями. Мы используем рамки предложенные для того, чтобы понимать, в каких случаях происходит фрагментация, в каких нет, и каким это последствием может приводить для интернета. Соответственно, каких событий или действий мы должны избегать для того, чтобы не допустить фрагментации. Может быть, коллеги меня поправят, но в ходе одного из вебинаров мы говорили о том, что рамки управления данными могут в краткосрочной перспективе привести к возникновению определенных требований к потокам данных и при этом важно учитывать права пользователей, вырабатывать стандарты и опять же, здесь могут возникать какие-то сложности, но говорить о фрагментации интернета в этом случае нельзя, потому что в итоге мы приходим к изменениям, которые идут на пользу всем, в том числе пользователям. Тем не менее, вот этот вопрос обсуждался. Еще один вопрос, пожалуйста. у меня вопрос по поводу фрагментации управления и регулирования координации работы. Я сейчас смотрю на документы, здесь говорится о том, что правительство и заинтересованные стороны должны взаимодействовать для того, чтобы с учетом прав человека и свободного потока данных вырабатывать политику управления интернетом. При этом такие крупные игроки, как Евросоюз, Китай, Индия, естественно, будут играть важную роль в этом процессе. Как добиться международной координации? Вот мой вопрос, в чем. Большое спасибо, у нас еще один вопрос, потом передадим слово экспертам для того, чтобы они ответили на прозвучавшие вопросы и комментарии. Хочу задать вопрос по типологии или таксономии, если хотите. Считаете ли вы Darknet? Частью этой дискуссии стоит ли нам эту тему сюда тоже подключить и охватить ее? Пока мы еще, кстати говоря, это не обсуждали, поэтому, если кто-то из экспертов захочет ответить на этот вопрос, было бы замечательно. ну и на другие вопросы тоже, конечно, вы можете ответить. Олаф просит слово, прошу вас. Последний вопрос мне очень понравился, он очень удачный, уместный и интересный. Итак, по поводу Darknet. С точки зрения технической инфраструктуры можно говорить о том, что Darknet это репозиторий информации, к которой получить доступ через обычный интернет невозможно в основном. используя какие-то протоколы к ней можно получить доступ. И в этом случае важно обеспечить взаимодействие. То есть, если вы через интернет, через обычный можете получить доступ к этой информации, то говорить о фрагментации нельзя. Ее просто нет. То есть, это вопрос технической инфраструктуры и функциональной совместимости. Я бы вот с этой точки зрения подходила к вопросу Darknet. А почему я вообще поднял руку? Потому что хотел высказаться вот по какому моменту. Я сейчас вспоминаю замечание коллеги, к сожалению, не помню точное имя. По поводу сертификатов. Мы как-то говорили в Казахстане пару лет назад о необходимости ввести такие требования. И российское правительство тоже принимало какие-то меры, которые приводили к фрагментации интернета. Таким образом, с точки зрения фрагментации, да, можно было констатировать, что она происходит из-за таких мер, из-за таких действий. Но если говорить о приложениях, то они могли блокировать соответствующие сертификаты. Вопрос в том, что можно сделать в этой ситуации. Да, с одной стороны, наша рамочная схема не описывает какие-то конкретные действия, которые позволят преодолеть фрагментацию в каждом конкретном случае. Но эта схема позволяет выявить вид фрагментации и уже конкретно обсуждать ту или иную ситуацию и пытаться прорабатывать. наверное, это было бы интересно с точки зрения коалиции глобальной. Спасибо, Олаф. Еще кто-то хочет ответить? Спасибо, хорошо, тогда, наверное, можем перейти к следующей части. Да, был вопрос в чате относительно того, что может сделать ООН с точки зрения фрагментации интернета через глобальный цифровой договор. но я думаю, что это относится к части следующих дискуссий дальнейших, поэтому думаю, что это стоит добавить к тем мерам, которые будут обсуждаться в отношении работы с глобальным сообществом. Спасибо большое за вопрос в чате, потому что это будет одним из ключевых приоритетов с точки зрения цифрового управления и сотрудничества вокруг глобального цифрового договора. действительно это очень хорошее напоминание о том, что этот вопрос с точки зрения предотвращения фрагментации интернета, этот вопрос поднимается в отчете генерального секретаря ООН и надо сказать, что есть понимание этого понятия в отчете есть, но она отличается от того, что мы обсуждаем здесь. Там речь идет о фрагментации информации, о необходимости в том, чтобы так сказать, приходить к общему пониманию идей, понятий с точки зрения того, чтобы мы не разделялись на отдельные экосистемы, что ли. И это в нашем рамочном документе не отражено. Так что было бы очень полезно об этом подумать здесь и в рамках этого документа. избежание фрагментации интернета является одной из ключевых тем на повестке дня в Одессе Беби здесь на IGF и наверное это важная возможность включить и изменить, корректировать наш документ по выработке политики по прощению фрагментации интернета. Очень хорошо, спасибо Тулио, но я бы хотел передать слово Мазубе, это она глава направления по политикам в области прав человека. Итак, как вы считаете, как должны реагировать законодатели или другие заинтересованные стороны для того, чтобы избегать фрагментации? Да, спасибо большое. Я действительно считаю, что некоторые консолидированные и структурированные меры необходимы здесь. Я очень приветствую сказанное здесь, сказанное здесь, но очень многие играют здесь важную роль, и мы можем делиться тем, как мы реагируем, в частности, технические компании, ну и представители правительств тоже, потому что и правительства тоже имеют свою роль в предотвращении фрагментации интернета, особенно с точки зрения отключения интернета. И еще мне кажется, что российско-украинская война ускорила тенденции в этом, в этой глобализации, и здесь еще получается, что есть некоторая интернет-модель, в которой субъекты той или иной страны видят совсем другой интернет в странах с большим полицейским контролем. То есть, мы очень должны проработать такие факты, как доступ к интернету, вопросы, такие, как отключение интернета, доступ к информации, все это права человека. И мы, конечно, признаем роль технических компаний, нашей в частности, потому что когда услугами компании той или иной пользуются миллиарды человек, конечно, это имеет определенный вес. И мы, конечно, должны продвигать открытый интернет и предотвращать фрагментацию интернета. И для этого нужно следить за тем, чтобы права человека учитывались при выработке соответствующих документов. И мы в нашей команде этим занимаемся. Кроме того, мы признаем роль правительства в защите открытого интернета. А в сегодняшней дискуссии мы, кроме того, продвигаем мультистейкхолдерный подход в деле защиты интернета. Могу об этом еще поговорить по мере нашей дискуссии, но в принципе очень важно мультистейкхолдеризм. Спасибо большое. Права человека должны лежать в основании всех этих дискуссий. Есть концепция прав человека и это нужно учитывать и в нашей рамочной нашем рамочном документе, потому что права человека они потом влияют и на техническую сторону. Не знаю, хотят ли другие эксперты участвовать, но может быть что-то здесь еще не было высказано. Пожалуйста, поднимите руку и я вам с удовольствием передам микрофон. Здравствуйте. Не знаю, кто поздоровался с нами. Здравствуйте, можно я выступлю? Да, пожалуйста, представьтесь и приветствую вас. Добрый день, спасибо большое, что дали мне возможность выступить. Всех приветствую. уважаемые эксперты, я Мил Каби из иранского научного сообщества. Я бы хотел обсудить основную причину возникновения интернет-фрагментации. Есть три причины тому. Первая, рост тенденции в использовании интернета как оружия и милитаризации его. то есть интернет становится новым полем битвы. Вторая причина это односторонние меры в цифровой в цифровом мире. И третья причина это отсутствие сотрудничества глобальных цифровых платформ и иностранные иногда одни страны пользуются своими правоохранительными органами для того, чтобы расследовать кибер преступлений. А ведь интернет это мирное место и в нем все происходит согласно общей договоренности. вот в чем может состоять роль ООН? Вот у меня такой вопрос. В чем может состоять роль ООН для того, чтобы интернет был только гражданским пространством, а не нестабильным новым полем боя для кибер войн? Разве вы не считаете, что все члены страны-члены должны были бы договориться о неиспользовании интернета в этих военных военизированных милитаризированных целях? Спасибо большое за то, что взяли мой вопрос. Спасибо большое от ООН. Можно сказать, что в основной сессии по этой теме, в следующей сессии будет участвовать посланник ООН, так что думаю, что возможно и здесь можно будет услышать какие-то ответы. Есть еще два желающих выступить в зуме, но скоро у нас видимо сегодня текущая встреча закончится, но мы можем продолжить эту дискуссию на следующей сессии. Да, пожалуйста. Меня слышно? Спасибо большое, что предоставили эту возможность. Я из Австралии и я представляю недавно сформированное агентство, это цифровая сеть, это Эфиопская ассоциация на основании работы сообщества. Мы понимаем, что это мероприятие, она проходит под эгидой ООН IGF, и здесь объединение является в принципе основной темой отказоустойчивого интернета для обеспечения устойчивого будущего. интернет, как всем известно, основан на интернетизации, цифровизации, виртуализации, локализации, инклюзивная связность при помощи продвинутых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект, NFC, MFT, квантовые вычисления. Вот все эти инструменты, а также такие как интернет вещей, основанные на этом. И вот задал вопрос человек, представитель из Ирана, Исламской Республики, он задал вопрос, а я здесь задаю вопрос в Эфиопии, и здесь как раз прекрасный пример плюсов и минусов интернета. У нас 67 миллионов эфиопсов подключены, и как подчеркнул и прояснил уважаемый премьер-министр, за последние два года интернет в Эфиопии здесь очень важен разрез Эфиопии как суверенного государства, так что вопрос, какие у ООН планы на будущее, какие планируются действия для защиты таких стран и стран-членов от распространения фейковой информации, и во-вторых, вот скажем, есть суверенное государство, есть какие-то финансовые институты, которые подвергаются атакам. Вы знаете, что сегодня, сейчас очень сложные финансовые времена, и вот скажем, есть некоторое противостояние между финансовой организацией и сайтом. Вот в частности можно привести в пример недавно созданного созданной системы Брексита на основании всего этого. какие предпринимаются инициативы ООН и странами-членами для обеспечения защищенного интернета для того, чтобы он был мирным, продуктивным и доступным всем членам странам ООН. Какой план? Это очень хорошая возможность сейчас для Эфиопии представилась. сейчас в Эфиопии. Весь мир знает об Эфиопии, но в соцсетях распространялись фейковые новости об Эфиопии. А Эфиопия сейчас мирная страна. Буквально шесть месяцев назад здесь было все по-другому. я прошу от сообщества Альфа и от новых членов этого сообщества прошу ООН начать диалог и начать обсуждение международного закона об управлении интернетом. Какие здесь планы? Я прошу вас об этом от имени моего сообщества как Эфиопия, который живет в Австралии. Прошу от имени всех эфиопских всего народа. Почему получается, что у развитых стран свои собственные интернет-законы? Получается, что международного закона нет. А вот мы уже 17 раз собираемся на IGF и никакого закона нет. Ответ. Спасибо. большое. Большинство дискуссий ведущихся здесь также подразумевают и обсуждают вопрос сотрудничества. То есть это возможность всем заинтересованным сторонам собраться и участвовать в этом, в этой дискуссии. Еще есть один вопрос от удаленного участника. но в интересах времени я попрошу наших экспертов отвечать непосредственно в чате. Я передам слово моей коллеге из Спасибо большое. Мы хотели бы попросить вас ответить на вопросы о следующих шагах. Есть два вопроса. что могут сделать заинтересованные стороны для того, чтобы предотвращать фрагментацию интернета и защищать открытый интернет. Что мы можем здесь обсуждать для того, чтобы продолжить нашу работу над рамочным договором в течение следующего года. Это первый вопрос. И если вы хотите еще что-то сказать относительно следующих шагов и этапов работы платформы Пуниев тоже пожалуйста расскажите нам, а также мы принимаем предложение о том, как привлекать другие стороны. Есть ли желающие ответить в зале или среди удаленных участников. В зале не вижу, а здесь вижу желающего выступить. Выступить, да, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо большое за то, что вы все прояснили. Я из Сенегала. Значит, у меня вопрос. Фрагментация это концепция или факт? фрагментация если это просто концепция, которая будет реализована, то может быть это может привести к большим последствиям для цифровых прав. Я прав, нет? То есть понимание такое, что фрагментация уже происходит и она может усугубиться. и поэтому действовать нужно сейчас. Есть вопрос, да, и последствия для цифровых прав, да, безусловно, последствия эти есть. Из удаленных участников кто-то хочется задать вопрос, да? Пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да. Хорошо. Говорит Богон. Я из Айсок Общества Интернета. Вопрос следующий. Мы предоставили некоторую повестку дня и я вижу, что некоторые идеи есть по ним некоторая нечеткость. Я пытаюсь понять, каким образом все это отражается на пользовательском опыте. еще есть вопрос киберпреступности и дискриминации. Нам нужно как-то обдумать, что точно касается фрагментации интернета, а что не касается. Мы с чем боремся с киберпреступностью или с дискриминацией? Нужно четко разграничивать, что является фрагментацией, а что нет. Да, безусловно. Очень важно разобраться в этих различных элементах более подробно для того, чтобы понять, что наша платформа по выработке политики может сделать. Каким образом нам стоит работать дальше, пожалуйста? Я хотел бы отреагировать на предыдущий комментарий. К сожалению, не очень хорошо слышно докладчика из зала. Существуют определенные последствия создания фрагментации и это неизбежные последствия, например, работы правоохранительных органов. Поэтому, если мы будем говорить о модерировании контента, то тогда, если создается определенная организация, которая проверяет факты и которая вовлекает различные другие платформы для оценки зловредного контента, то тогда, тем не менее, все-таки создается определенная фрагментация. То есть, есть необходимость в том, чтобы вот как-то обходить эти риски фрагментации. Я здесь не говорю о техническом вопросе. Я говорю, что здесь на самом деле попытаться другое определение фрагментации найти нам вряд ли поможет, потому что у нас есть уже фрагментация, когда мы принимаем приемлемое и отсеиваем неприемлемое. То есть, фрагментация это некий вопрос дискурса. Благодарю вас за ваш комментарий, но я полагаю, что пользователь наверное сам должен лучше определять, если речь идет о блокировании контента, о модерировании контента, о применении различных правил модерирования контакта. И вы понимаете, да, что фактически с самого возникновения соцсетей это и происходило. И вот наверняка нам нужно как-то более качественные параметры выявлять. И опять же я призываю всех к обсуждению, потому что действительно мы должны разобраться в проблеме. А сейчас мы передадим слово участникам, которые подсоединились к нам удаленно, а потом мы уже будем завершать данную сессию. Здравствуйте. Уже мой вопрос задали, но в принципе в рамках прозвучавших замечаний я хотел бы добавить следующее. Вот то есть речь идет о вне территориальных мерах, которые распространяются на всю планету. То есть, например, глобальный контент, удаление его, которое может, например, противоречить правам человека глобального характера. И в этом случае может быть это не касается фрагментации. фрагментацию нужно рассматривать по сравнению с каким-то идеальным стандартом интернета или все-таки привязывать его к реальности, потому что инфраструктура не фрагментирована, контент для пользователя может быть таковым. Благодарю вас. Я хотел бы прокомментировать по фрагментации интернета и возникновении новых технологий. У нас есть вопрос, который для будущего имеет колоссальное значение. Речь идет о свободном обмене данными, свободном движении информации. и существует в настоящий момент определенная предубежденность, которая заложена в искусственном интеллекте и возможно потребуется в какой-то момент остановить эти технологии или каким-то образом вывести их из глобального развития. И когда мы говорим о возникающих технологиях и как это все увязывается с странами и обществами, которые накладывают фрагментацию на интернет и тем самым отсекая определенных пользователей. Да, это важный момент, каким образом фрагментация отсекает определенных людей, каким образом оно влияет на развитие новых технологий. И здесь мы говорим безусловно о цифровых правах и вопрос прав человека несколько раз возник. Последствиями фрагментациями и я пытаюсь здесь понять, как коллеги это все рассматривают. Я надеюсь, что вот эта платформа, эти рамки являются полезными для обсуждения этой тематики и мы будем все более углубляться в детали, определять какие критерии, какие элементы могут описать вопрос фрагментации в каждом конкретном случае. В какой-то момент я надеюсь, что мы сможем выработать определенные рекомендации для глобального сообщества и которые помогут избежать фрагментации интернета. И это, конечно, возможность для глобального цифрового договора для применения этого документа. Кто-то еще хотел бы высказаться. У меня еще вот есть комментарий по проекту документа. Сегодня была фактически может быть первая, наверное, такая официальная возможность обсудить это с сообществом форума по управлению интернетом. И мы открыты для комментариев, для замечаний. И если вы хотите что-то добавить, как-то прокомментировать, мы очень открыты, есть страница PNAF. Пожалуйста, заходите, вы увидите результаты межсессионной работы форума. говорит Wim. Я хотел бы добавить сказанному Бруной, что действительно проект вот этого рамочного документа уже опубликован и вопрос, который возникает как раз затрагивает большое количество вопросов, которые были подняты сегодня. И эта возможность, оперевшись на эти рамки, проработать различные направления, я хотел бы сказать, что действительно вот эта платформа по выработке политики в области фрагментации интернета ждет ваших комментариев, вашего участия. Мы также опубликуем отчеты по предстоящим встречам. и опять же, там есть очень простая форма, через которую можно подать свои комментарии, общие идеи, и по любому из трех элементов, которые вы услышали, и мы будем вам за это благодарны. Говорит Шетал, большое спасибо за то, что вы присоединились к этой сессии. Мы сейчас призываем всех принять участие в основном заседании по фрагментации интернета, которое начинается через 15 минут. И я также благодарю участников дискуссии, присутствовавших здесь на этой сцене и присоединившихся к нам удаленно. Сейчас перерыв. Спасибо. Спасибо.